всем привет как дела твои нормально всем привет еще раз кто только присоединился анюта привет поздравляю тебя какие следующие соревнования скорее всего это будет саранск второй этап кубка россии да спасибо я думаю я саранске же классно если туда поеду обязательно поддержи меня там спасибо всем да думаю уже начинать сейчас я включилась в прямой эфир молодец саранске спасибо большое о катюш привет давно не виделись всем привет я подключилась прямой эфир чтобы огласить сегодня итоги конкурса моего на скакалках во первых я хочу вас всех от души очень сильно поблагодарить за вашу поддержку за ваше участие вы все огромные молодцы и умнички и я на самом деле с удовольствием подарила бы футболку всем вам но как на основании так и в моих конкурсах победитель только один вот и сейчас мы узнаем кто это победитель сейчас барабанная такая правда у нас ее нету ну представим то что она звучит и победитель в конкурсе на скакалке кто получит вот эту футболку фонд мою вот с моей подписи я должна буду открыть сейчас при вас такая футболочка и победитель становится валерия вот с таким вот никнеймом в инстаграме поздравляю твои результаты заслуживают уважение ты большая молодец еще раз поздравляю сильно рассчитываю что что не попал финал грунт 3 но поначалу да естественно не было обидно немножко тоже хотелось отобраться но нет все хорошо у амир поел здравствуйте вот и давайте попробуем выйти так скажем в дуэт с валерий пригласить ее сейчас сейчас будем ожидать привет спасибо большое и очень рада что так ну ты молодец спасибо поздравляю тебя вот эта спасибо большое но после прямого эфира мы с тобой спишемся в директе чтобы я тебе смогла ее прислать спасибо большое а ты из какого города я из петрозаводска это с республики карелия о классно давай спасибо большое поздравляю еще раз молодец спасибо спасибо давай пока вот видели победительницу еще раз поздравляю и мне очень понравилось проводить конкурсы дарите вам какие-то подарочки какие-то призы и на самом деле у меня достаточно много идей в голове какие еще можно конкурсы сделать но так еще не могу выбрать и и я попрошу вас написать мне в директ какие бы вы хотели конкурсы какие вы хотели поучаствовать также я знаю то что не все из вас спортсмены также пишите мне в директ какие конкурсы мне можно привести и в принципе на самом деле даже можем сейчас это обсудить вы можете мне сюда сейчас писать в прямом эфире и и будем с вами мы сможем сейчас даже это обсудить как-то подумать я пока могу подождать может пока следующая но а в каком смысле если планка на время да и так понимаю но то мне кажется да в принципе это хорошая идея можно было бы что-то такое сделать именно какое-нибудь упражнение на время тоже хорошая очень идея мне кажется будет классно чтоб ты разыграл свои автографы не знаю не знаю можно и такое сделать или самый красивый рисунок с тобой о спасибо большое может классно кто больше оборотов может быть на полу но тоже хорошая идея но только это именно больше даже не то же для спортсменов и для фигуристов да это безусловно хорошая идея но примерно наверное будет немного тяжело именно это как-то сделать хочется именно что-то такое более даже не знаю как объяснить на самом деле идея правда очень хорошая я над ней тоже обязательно подумаю такое тоже можно сделать индийская фигуристы хардшиттеров Таня сказала что ей очень нравится твое катание спасибо большое и тебе что сказала и ей огромное спасибо безусловно мне очень нравится кому-то нравится быть с кем-то фанатом то есть в общем очень приятно какие ближайшие турниры будут с твоим участием на самом деле я точно не знаю но я думаю то что скорее всего это будет Саранск я там заявлю на второй этап Кубка России Ростелеком чтобы все люди могли поучаствовать не только в спортсмене да я как раз хочу вот что-нибудь такое чтобы смогли все принять участие а ты в контакте регулярно проводишь прямые эфиры стараюсь стараюсь снимать каждый вечер тренировку со мной но не всегда это получается бывает такое то что я просто уставшая и просто прихожу и сама занимаюсь немного без камеры а когда вот прям такая подвижная боль то да я могу включить прямой эфир но стараюсь записывать естественно каждый день ты любишь слаймы да я их люблю но самой у меня нету слайм как-то так вот получается потому что на лед так приходишь они у всех есть и в перерыве ты их вот так вот с ними играешь очень нравится твой youtube канал спасибо большое очень приятно что обиднее второе место или четвертое или ты максималисткой признаешь только первое даже не знаю и то и другое бедные и да я максималистка и есть только первое место нафе ты работаешь над трикселем изучаю да не скрою какой размер коньков у тебя 24 размер коньков а размер ноги у меня 37 расскажи пожалуйста у тебя тренировки каждый день или есть выходные да есть выходные я обычно стараюсь в выходной день записывать влоги на свой youtube канал и что я хотела добавить выстила с головой ладно вспомню обязательно скажу расскажи пожалуйста у тебя тренировки каждый день а только что читала этот вопрос да у меня есть выходные на них я записываю влоги 6 дней в неделю я катаюсь вот вспомнила на какого ты из фигуристов равняешься я на самом деле равняюсь на всех так скажем по чуть-чуть смотрю на каждого и пытаюсь от каждого взять свои плюсы и пытаться стать идеалом хоть на самом деле я считаю то что прям идеальным быть невозможно но тем не менее почему бы не попробовать не постараться и я очень естественно очень хочу этого добиться какой у тебя любимый фрукт и сладость ну сладость я так прям не скажу потому что я в принципе я сладкая ешка если честно люблю сладости единственное то что на фигуристах их много нельзя поэтому сейчас я вообще их не ем сижу только на правильном питании и если совсем ходят сладости то готовлюсь какие-нибудь по десерту как-то так когда просто питалась иногда позволяла себе сладенькое но совсем чуть-чуть в минимальных дозах а из фруктов я очень люблю груши бананы манго в принципе все фрукты очень люблю ты часто бываешь в Волгограде но не так чтобы часто всегда по-разному могу раз в год раз в два года два раза в год приехать но на самом деле да очень редко бываю в Волгограде вот так вот и очень редко поэтому я вижу со своей семьей родней но сейчас ко мне приехал брат я к с ним сейчас как раз живу с его семьей вот так вот поэтому уже даже две недели да уже целые две недели с ним и это прекрасно может есть любимый пп-десерт и ты поделишься рецептиком кстати хорошая идея поделиться с вами какие-то пп-десерты которые я готовила но прям какой пп-десерт самый любимый я пока особо не могу сказать потому что я не так много их приготовила на самом деле я готовила только кекс какой-то я точно не помню как он называется у тебя свои ногти Ален да это мои ногти не накладные нет не нарощенные это мои ногти что значит попадание фигуриста да я считаю КБЖУ естественно и стараюсь также есть по минимуму то есть и то и другое вместе Настенька у тебя вес я так понимаю сильно скачет на самом деле я не могу сказать потому что он скачет я держу свой вес в норме и слежу за ним поэтому не могу такого прям сказать да бывает конечно типа праздник там новый год и приходишь на лед и типа у тебя бывает плюс но и то кстати не после каждого нового года потому что все равно даже в новый год ты себя ограничиваешь с кем-то из групп Татбридзе общаюсь сейчас особо ни с кем не общаюсь не знаю почему так получается выходит просто вот именно все общение у меня происходит только в том кругу с кем я сейчас обычно нахожусь да раньше как-то поддерживала типа отношения общалась переписывалась но сейчас как-то так не получается не знаю просто прихожу домой что-то там записываю для вас видео разные вот снимаю сейчас прямой эфир конкурсы вот что-то такое делаю и уже и все и ложусь спать а самое ну с тобой понятно общаюсь но Ален тем не менее очень редко именно на постоянной основе каждый день я сейчас ни с кем особо не общаюсь именно в плане да я с вами дружу ну вот именно в основном на соревнованиях встречаемся и разговариваем Касюш какой у тебя рост ты очень изящный изящный большое вам спасибо недавно у меня был рост метр пятьдесят восемь но что-то мне подсказывает то что уже на один сантиметр я выросла ну кстати один сантиметр не так страшно вот вот и поэтому да ну метр пятьдесят восемь у меня что хотела бы на новый год не знаю я особо не могу сказать то что я что-то очень сильно хочу в плане есть у меня только цель даже не сколько мечта сколько цель но о ней я пока говорить не буду как Лонда поживает на самом деле сейчас же я живу с братом а мои родители сейчас живут отдельно от меня и они забрали Лонду к себе печальку и я Лонду уже не видела на самом деле очень долго только по видео и безумно по ней скучаю но она также живет сейчас с собакой брата с черным лабородором Тайсон и они по видео очень хорошо я так понимаю они очень хорошо общаются играются веселятся без конца поэтому я могу в принципе ответить потому что она поживает сейчас хорошо но мне ее очень не хватает платье вы чего оно дорогое ну естественно платье у нас для фигурного катания дорогие да они дорогие те которые мы выступаем шьют партнихи и естественно их заказываем еще также есть художники которые вначале рисуют вид платья как он вроде нужно выглядеть а потом уже партнихи по так скажем эскизам что-то такого пытаются шить платье естественно выходит на дорогую достаточно сумму привет как теперь расклад на финал пока еще нету окончательного расклада на финал оно будет все равно после только Италии после седьмого этапа юниорского гран-при но я туда не отобралась увы конечно хотелось но не получилось к слову о платьях почему поменяли платье к произвольной программе но оно на самом деле мало кому понравилось и на мне оно видимо не очень хорошо еще сидело выглядело вот и мы решили поменять платье то есть эскиз рисуют не сами портники на самом деле у кого как у кого типа рисует художница у кого сама портника потому что портники тоже бывают очень хорошо рисуют вот так вот коротко у тебя вастрок топ-станочек ой да короткая программа моя одна из самых любимых программ на этот сезон которая у меня ставила мне ее Аня Новичкина огромное спасибо очень мне нравится тоже моя короткая программа на этот сезон как я уже сказала моя одна из самых из всех любимых программ она очень классная я ее прям катаю с огромным удовольствием очень или она мне нравится. А прыжки сейчас все стабильные? Ну, я не буду говорить на этот вопрос, потому что обычно, когда скажешь что-то, потом оно меняется, делается по-другому сглазить. Я ничего не хочу, поэтому просто не буду сейчас это комментировать, как-либо говорить. Как совмещаешь школу и тренировки? На самом деле, очень совмещать трудно, потому что получается так, что вроде у тебя времени меньше, чем у обычных учеников, школьников, а задают тебе больше и требуются тебя больше. И очень тяжело получается. После льда тренировок ты приходишь домой, садишься за уроки, ты вроде бы уже устала, тут еще голова бурлит, надо что-то делать. И такой, о господи, матюшки. Какой самый запоминаешься подарок дарили фанаты? Не могу прям точно ответить, мне очень сильно нравятся все подарки, которые мне дарили. Наверное, все-таки это салфетница. Но особо, на самом деле, мне реально все подарки, они очень классные. И я не могу именно какого-то конкретного подарок выделить. Вот именно то, что салфетница, потому что, типа, я весь хожу на лед с салфетками, и они у меня, типа, вот в этих чехлах, так скажем. Вот и все. Как у тебя речь? Хорошо поставлена. Огромное вам спасибо. Спасибо. Будешь сидеть в ренах силикваток? Конечно. Это сейчас не избежать. А точнее, это просто, ну, будущее фигурного катания женское без этого не обойдется. И с удовольствием, естественно, их обучаю. Покажи манитир. Вот он такой красивенький. Как он? Мне очень нравится. Расскажи о твоем новом талисмане. На самом деле, мало кто догадался. На прямом эфире, как... Нет, это не прямой эфир. В общем, сейчас в прямом эфире вам оглашаю, что же это был за талисман, который со мной поехал в Польшу, и который, я думаю, мне очень сильно даже помог, потому что программу я откатала очень хорошо. На свой взгляд, мне все достаточно очень понравилось. Да, естественно, там есть над чем еще работать, но, тем не менее, мне не понравились мои прокаты. И это был нашивка на моей красной кофте. В принципе, я думаю, все заметили. Просто не подумали, что это именно талисман. Это голубь мира. Пикассо. Вот так вот. Я думала, все сразу догадаются, поймут, о чем идет речь, к чему это, но мало кто догадался. На самом деле, как-то так. Настя, ты была в Японии? Да, я была в Японии на финале Нью-Йоркского гран-при. Я там заняла третье место, и мне безумно там понравилось. Какой у тебя любимый канал на Ютубе? Особо не могу выделить какой-то именно любимый канал на Ютубе. Наверное, мой. Почему бы нет? Берешь в квад от взрослых фигуристок? Я не могу что-либо сказать про это, потому что я думаю, да, взрослые фигуристки могут легко прыгнуть, но то есть это все зависит только от них, и как-то либо комментировать это я не могу. Производ у тебя потрясающий просто. Образ такой чувственный и оригинальный. Огромное спасибо. Ты в Польше неплохо откатал, я смотрел твой прокат. Молодец, так держать. Спасибо. Когда во взрослые? Ну вот, когда доберусь во взрослые, тогда я перейду во взрослые. В каком городе тебе больше всего понравилось? В каком городе? Не могу особо сказать. Самые высокие прыжки, я от них кайфую. Спасибо большое. Сколько часов у тебя тренировка, длится зал, лед? Всегда по-разному. Не могу конкретно ответить на этот вопрос. Сердечки, я вас тоже всех люблю. Люблю, 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 люблю. В какой стране хотела бы побывать? На самом деле, очень хотела бы побывать в Италии. Вот правда. Даже не то, что типа в этом году там финал, а просто всегда хотела почему-то побывать в Италии. Не знаю, вот такая тяга. Еще было бы неплохо побывать во Франции, но больше всего, конечно, в Италии. Очень хочется, да. Ты любишь заниматься хореографией, судя по съемкам из зала Железнякова от танцев, ты кайфуешь? Да, я очень люблю танцевать. Очень люблю. Нравятся попадать из Сизеран? Да, очень, очень нравится. Тебе венок очень к лицу. Огромное спасибо. спасибо. Сними что-нибудь в виде танца. Кстати, правда, очень хорошая идея. Я снимала типа что-то такое, но из-за музыки там заплакировали видео на моем канале YouTube и не знаю, поэтому как-то особо не решалась. На самом деле, да, очень хочется снять что-то такое. Любимый стиль танца особо не могу сказать стиль танца просто потому, что я люблю танцевать любые разные стили. Просто включаешь в меня музыку, она, кстати, классная, и я бросаюсь в пляс вот так вот. Четырные прыжки в планах, да, я их учу. как возникли мысли о канале? Да никак, на самом деле, что-то просто так шла, шла, включила типа YouTube, ну, естественно, там на глаз залипаю, смотрю аниме, да, я думаю, все знают. У меня есть даже фотография с ней, даже в Instagram потом, по-моему, я ее выставляла, но точно не помню. Вот. Смотрела аниме, и я такая, а почему бы мне не попробовать? Типа, что я теряю? Ничего. И я просто такая, оп, и создала канал, и как-то так получилось. Сегодня ВКонтакте не будет прямого эфира с тренировкой? Нет, сегодня я уже позанималась, простите меня, но сегодня просто я, правда, устала, и уже вечер и я уже хочу спать. Правда, очень. Много вопросов пропускаешь, ну, они быстро идут, и я не успеваю все прочитать, озвучить, поэтому простите, если вдруг на какие-то вопросы не ответила. Сколько тренировок в день? Обычно две на льду тренировки, одна или две на зиме тренировки, вот так, как обычно уходит. ты читала мнение Алексея Николаевича, Мишина, будешь женскому катанию или нет, Настя? Читала. Просто так ответить, читала. Все. Вопросы часто падают, поэтому Настя их, возможно, не видит. Да, да, возможно, я их не вижу, представлю. Фигуристы часто травмируются на льду? Ну, на самом деле все по-разному. Кто часто, кто нет, кто часто болит, кто нет, то есть, я не могу сказать, что постоянно нет. Как долго сидишь в ТикТок? Ну, всегда по-разному. Я не могу сказать, что я прям ТикТам долго, очень много сижу, но бывает, да, то, что захожу и снимать классные, красивые видосики, ну, то есть, клипы. Как называется аккаунт на YouTube? Ну, так и называется Анастасия Тараканова английскими буквами. Анастасия пишется, как у меня здесь в Инстаграме Анастасия, точно так же, только с большой. И полностью фамилия Тараканова. Вот так. Привет, у тебя есть украинские корни? Нет. Нету. Что для тебя показатель? Показать что-то новое или откатать что-то для души? Откатать что-то для души. Показатель на самом деле очень хотела поучаствовать в показателях. И именно вот что-то станцевать такое, сама что-нибудь придумать или просто поимпровизировать. Потому что это всегда очень классно. Винок же из Америки. Да, этот винок из Америки. Нам на награждение его давали. Мне очень нравится тикток. Большое вам спасибо. Как УГ сдала? Как планируешь поступать? Угдавала нужно будет только в конце этого учебного сезона. Я только перешла в 9 класс и да, мне эта мысль о УГ никак не даёт покоя. На самом деле уже даже переживаю за эту УГ. Настя, в какое время ты родилась? А, по времени да, в 9 часов вечера я родилась, знаю. хочется пожелать успешных выступлений на следующий Суинань. Кстати, какой следующий старт? Огромное спасибо, но прям точно сказать какой старт не могу. Скорее все, это будет второй этап Кубка России. Что делать, чтобы тебя пригласили на японское шоу? Быть самой лучшей? Тогда скорее все, пригласят. А так пока не выдавалось никак. Настя, спокойной ночи тебе и сладкий снов. Мне всегда интересно смотреть твои прокаты. Огромное тебе спасибо, на самом деле. Да, действительно, очень поздно, я тоже уже хочу спать, подстала, но с вами на самом деле я много-немного разрядилась. Вам всем огромное спасибо, всем пока, до новых встреч, и также всем спокойной ночи, всех целую, всем пока. Субтитры Продолжение следует...